Субтитры делал DimaTorzok Очень много у нас изменений в плане сервиса Skyway Capital ожидает, но традиционно, так скажем, война войной, а вебинар по расписанию, и поэтому мы каждую среду начинаем и продолжаем вести вначале вводные технико-экономические вебинары, затем уже расширенные, то есть где мы даем уже более такие конкретные описания, даже ссылками начнем будем делать, давать ссылки со статей Анатолия Эдуардовича, с публикацией Анатолия Эдуардовича, и, соответственно, чтобы все приобщались к именно материалам, которые были уже давно написаны, и, соответственно, это самые неубиенные аргументы, так скажем. Меня зовут Сходов Алексей, и я хотел бы в первую очередь спросить, кто у нас присутствует в первый раз, потому что это такой традиционный вопрос на вводном технико-экономическом вебинаре. Многие люди входят в пятый и более раз, потому что даже вводные вебинары у нас не похожи, так скажем, на предыдущие, потому что невозможно повторить информацию, и мы не имеем цели заучить информацию как-то, передать ее машинально, то есть, наоборот, мы изменяем подачу информации, также совершенствуемся, и, соответственно, те люди, которые уже по нескольку раз присутствовали на наших вебинарах, находят что-то новое, ну и плавно переходят на расширенный технико-экономический вебинар. Про Skyway, конечно, я могу сказать, что слушать информацию можно бесконечно, и это заслуживает действительно внимания тот, кто первый раз сегодня присутствует на подобном вебинаре. Я думаю, что вы не расстроитесь, что тратите свое время, это как минимум, не расстроитесь, как максимум вы поблагодарите вообще судьбу, поблагодарите того человека, который вас пригласил в проект. Да, естественно, Сергей Анатольевич будет все по плану, и запомните этот день, когда вы начали активно уже развивать, я надеюсь, проект Skyway. Вот кто-то уже третий год в Skyway, и, собственно, это замечательно, потому что я сам начал путь Skyway с 2014 года, с января, хотя узнал о проекте в декабре, и благо, что я услышал на тот момент возможность, которая бывает раз в сто лет, действительно. Я могу сказать, что на сегодняшний день вообще в проекте Skyway есть возможность развиваться во многих направлениях, то есть это как адресные проекты, это как, естественно, сейчас сетевое построение своего бизнеса, то есть мы называем это сетевое построение корпорации, так как проект развивается через народное финансирование, и, соответственно, действительно любой может стать каждым абсолютно в нашем проекте, потому что он настолько большие возможности предоставляет для каждого человека, что такие проекты и такие бизнесы на самом деле еще поискать. И если сравнивать проект Skyway, что это такое, с чем его можно сравнить, мы можем сравнить его с такими глобальными изобретениями, как интернет, как даже не лампочка Ильича, лампочка Эдисона, а вообще вот запуск первой электростанции. То есть лампочка ничего бы не значила, если бы не запустилась первая электростанция в 1882 году, если не ошибаюсь. И, соответственно, в нашем же случае инновационный транспорт, высокодинамичный транспорт, он абсолютно никак не играл бы роли, если бы не была бы закончена совершенно единая унифицированная инфраструктура. То есть это единая транспортно-энергетическая коммуникационная информационная сеть, которая позволит перемещаться пассажирам, товарам, грузам с высокими скоростями, которые на сегодняшний день может позволить себе авиация, которая может позволить себе высокоскоростной транспорт, допустим, маглевы и поезда на магнитной подушке. Но на самом деле огромный урон экологии несут подобные виды транспорта. И сегодня мы многие операции можем выполнять фактически мгновенно. Вот уже прочно в нашу жизнь, так скажем, входим понятие как криптовалюта. И сейчас никого не удивишь денежными переводами, хотя лет 7 назад я вообще даже боялся переводить деньги на онлайн-банк от человека к человеку, потому что я не понимал вообще вот этот процесс в качестве новичка. И те люди, которые на сегодняшний день не верят, что появится прорывной транспорт, который изменит индустрию, пусть вспомнят пример, как, собственно, появилась лошадь, как именно транспортное средство передвижения, как гужевой транспорт, как вообще появилось колесо еще до этого, как появилась уздечка, как появился плуг и так далее. То есть это изобретение, которое колоссально ту или иную отрасль действительно перевернули. И Skyway это та инновация инженерной школы Юницкого, которая призвана перевернуть не только транспортную сферу, но и сопутствующую, так скажем, энергетику, телекоммуникации, информационную сферу. То есть это те рынки, которые на сегодняшний день представляют капитализацию вообще вот самую крупную. И это те рынки, которые в том числе входят в те триллионные части, которые составляют, соответственно, мировую экономику. Я смотрел данные еще за 2013 год. Мировая экономика 70 с лишним триллионов, то есть 2 триллиона примерно это, на 2 триллиона больше находится в ценных бумагах, то есть таких вот активах, которые невозможно потрогать, пощупать, посмотреть на них. Но, тем не менее, мы на сегодняшний день наблюдаем, что весь мир находится в достаточно серьезном кризисе. И многие страны, про которые мы говорим на расширенном технико-экономическом вебинаре, вот сегодня я расскажу про Бразилию, сегодня я расскажу также про Африканский союз, то есть про страны Африки, какие у них проблемы, почему SkyWay там однозначно быть. И SkyWay это действительно то недостающее звено в том понятии, которое отпадет. Это будущая мировая логистика. То есть такого понятия, на наш взгляд, при появлении эффективного транспорта, как такового и не будет, потому что не нужно будет считать логистические расходы, они будут минимальны. Естественно, это получится и появится не сразу. Естественно, нужно создать инфраструктуру, потому что многие задают вопросы, а зачем, вот вы продемонстрировали Unibus, он ездит на экотехнопарке, а зачем он мне, если нет струн? Но я могу сравнить, дорогие друзья, это как прокладка оптоволоконных кабелей, и, соответственно, на сегодняшний день миллионы километров зарыты под землей, и мы пользуемся скоростным интернетом. Для нас это не представляет никакой сложности, мы даже об этом не задумываемся. Очень много, даже в отсталых странах, то есть как минимум сотни сотовых квышек установлены, установлены, и это те индустрии, которые ранее не развивались, но сейчас они являются прорывными и обладают высокой капитализацией. Так вот, как раз-таки адресные проекты будут начинаться в тех или иных странах, которые массово не будут браться за них, именно с небольших проектов, и постепенно эта сеть, как интернет, как телекоммуникации, как IT-сфера, как мобильная связь будут расползаться по всему миру. Это неизбежно, неизбежно для любой технологии, которая время действительно пришло. А время Skyway на сегодняшний день абсолютно пришло, я могу сказать, потому что еще в конце 70-х годов началась история развития проекта Skyway. Анатолий Эдуардович с первых эскизов, с первого поколения струнных технологий начал продвигать струнные технологии на тот момент. Даже о струнном транспорте как таковом конкретно применения речи не было, так как продвигался более широкомасштабный и более инженерно сложный проект. Это концепция общепланетного транспортного средства. То есть это как на сегодняшний день мы называем Spaceway. То есть если Skyway это небесная дорога, почему небесная, вы поймете из этого вебинара тоже, то Spaceway это уже космическая дорога. И на сегодняшний день вы наблюдаете, наверное, какой ажиотаж вокруг космического туризма наблюдается. То есть даже российские компании такие есть. Сколько голливудских блокбастеров снимается, это тоже происходит не просто так. Вот буквально недавно посмотрели фильм «Пассажиры», то есть блистательный фильм, но невозможно реализовать идею путешествия от планеты к планете. Даже вот то, что Маск декларирует, что полетим на Марс, ну и зачем, в принципе, на него лететь, если можно экологию Земли восстановить. И также вот общепланетное транспортное средство поможет не только вынести грузы со стоимостью примерно за 1 килограмм, 1 доллар в ближний космос, но и даже лечить озоновые дыры, то есть бороться с изменением климата. На сегодняшний день таких разработок просто нет. И Анатолий Эдуардович это придумал еще в конце 70-х годов, это развивалась идея, и, соответственно, в конце 80-х, в 88-м, если быть точным, на международной конференции по неракетной индустриализации космоса Анатолий Эдуардович представил этот проект мировой общественности на международной конференции, соответственно, в городе Гомель. То есть это на тот момент еще был мощный Советский Союз, и, собственно, время на тот момент, как выясняется сейчас, действительно не пришло, потому что мало кто поддержал. Для такого проекта нужны соглашения всех стран, и мы постепенно, развивая нашу краудинвестинговую сеть, нашу инвестпроводящую систему, то есть у нас сейчас инвесторы из более чем 140 стран мира, и, соответственно, мы готовимся к тому, чтобы люди уже в будущем поддерживали и эту технологию, потому что эта технология исходит как веха такая и апогей на сегодняшний день инженерной школы Юницкого. И я могу сказать, что вехой в развитии проекта Skyway стали озеры, то есть стало знакомство Сергея Анатольевича Сибирякова с Лебедем Александром Ивановичем. Это, соответственно, бывший губернатор Красноярского края, и он оказал финансирование из своего личного губернаторского фонда на строительство первого технопарка, то есть в городе Озеры с 2001 по 2009. Данный тестовый участок имел место, и, соответственно, происходили очень серьезные испытания второго поколения технологии Юницкого. То есть это не испытание какого-то высокодинамичного подвижного состава, но ЗИЛ поднимался, действительно, мы называем его ЗИЛ, уходящий в небо, по данной путевой структуре, и это были большей частью свои испытания именно путевой структуры. То есть даже намораживали наледь несколько десятков сантиметров, чтобы показать, что стальные колеса разрубают при перемещении наледь, при перемещении на небольших скоростях, что многотонный ЗИЛ путевая структура выдерживает. И это, дамы и господа, сейчас наша история. Этот ЗИЛ, к слову, был найден в прошлом году. Сергей Анатольевич и Евгений Кудряшов отправлялись на его поиски, и я думаю, что еще появится об этом такой вот репортаж, может быть, мини-фильм. И этот ЗИЛ по праву должен быть перемещен действительно на территорию уже текущего существующего технопарка, это экотехнопарк в городе Мариногорго, Республики Беларусь, Минская область, соответственно. И в 2009 году можно было действительно решить те задачи, которые на сегодняшний день стоят перед экономикой Российской Федерации, то есть это слезть и как-то диверсифицировать экономику от нефтезависимости. И да, тогда это можно было действительно заложить в программу. Более того, Сергей Иванович Морозов презентовал это губернатор на тот момент и на сегодняшний момент Ульяновской области. И тогда он нас поддерживал, сегодня он нас поддерживает. Сегодня даже конкретная декларация была вот буквально в недавнем времени о возобновлении рассмотрения проекта Skyway между двумя аэропортами города Ульяновск. И, соответственно, не был услышан проект, именно в кругах высших властей была произведена презентация Дмитрию Анатольевичу Медведеву, но время еще не пришло. И, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Анатолий Эдуардович – это такой вот действительно пример самурая инновации, пример ниндзя инновации. То есть он идет своим путем, идет к своей цели, действительно летит как пуля, не обращает на какие-то препятствия, на оппонентов, на даже тех людей, которые планировали совершить. И удалось у них это сделать, рейдерский захват. На тот момент компании, связанных со струнных технологий, это я говорю про Виктора Узлова, бывшего партнера, и, как выяснилось, весьма недоброжелательного, недобросовестного партнера Юницкого и всей команды по струнному транспорту. И, соответственно, пройдя огонь, воду и медные трубы, общавшись с серьезными чиновниками, олигархами, как на русском пространстве, так и на иностранном, Сергей Анатольевич так вот вкратце, думаю, поведает, также, с кем велось конкретное общение. Все пришло к схеме краудинвестинга. То есть это народное финансирование, это та схема, которая единственная правильная для развития нашего проекта. Это та схема, которая позволила на сегодняшний день собрать сподвижников по всему миру. Это более 700 тысяч людей. И более 150 тысяч людей на сегодняшний день, дамы и господа, инвестируют. То есть, кто желает, напишите, пожалуйста, в чате те суммы в месяц, которые вы инвестируете на сегодняшний день в проект Skyway. Я сам лично продолжаю инвестировать. И я считаю, что обязательства международной корпорации Skyway, которые на сегодняшний день переуступаются с помощью схемы инвестиционного займа. И, соответственно, акций много, Skyway не бывает, дорогие друзья. Это вы поймете, те, кто сомневается, те, кто не верит. Но чуть попозже, когда придется не то, что даже передавать за проезд, а придется через специальную систему оплачивать проезд, пока он что-то будет стоить в юнилётах, а когда он не будет ничего стоить. То есть, когда сама инфраструктура и сами бизнесы, которые обслуживает Skyway, будут окупать стоимость пассажироперевозок, то тогда не просто задумайтесь, а начнете кусать локти. И у нас присутствует на вебинарах достаточно много троллей. То есть, это специально засланные казачки, которые специально мешают, специально обучены, задают вопросы, вносят сумятицу. И если такие люди даже появляются на вебинарах, то значит, мы уже не просто как-то заметны. Мы, наверное, кому-то мешаем, мы, наверное, кому-то противодействуем, хотя мы не считаем оппонентами никакой из технологий себя и никакой из компаний. Мы развиваемся своим путём, именно формированием капитализации и финансирования, в первую очередь, вот этих направлений. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, это высокоскоростной транспорт и, естественно, это юнибайк, это лёгкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт. Юнибайк, к слову, появился именно в конечных очертаниях. В прошлом году я обязательно подкорректирую презентацию и представлю вам вообще видение и картинку юнибайка. Юнибайка того времени, ещё далеко не 2000-е даже года, Анатолий Эдуардович рисовал вот эти подвижные составы, двух-трёхместные, скоростные. И это было в голове, но именно рынок придал очертания. На тот момент у нас прошла конференция. Это, если не ошибаюсь, был август 2014 года. И появилась идея вообще вот создания того транспорта, который будет находиться между городским пассажирским, между высокоскоростным и что-то такое среднее, что-то такое действительно индивидуальное, индивидуальное пространство. И много мы говорим Сергею Анатольевичу о концепции юнибайка на расширенном технико-экономическом вебинаре, потому что сейчас даже мы будем дублицировать по просьбе иностранцев эту информацию для иностранных спикеров, потому что это то видение, это те концепции, которые действительно должны распространяться по всему миру. И это ещё больше будет сподвигать людей, которые просто развивают проект Skyway, ещё более рьяно развивать его, и не бояться идти в мэрии, не бояться презентовать крупным предпринимателям, потому что время подобных презентаций уже давно пришло, вот уже, можно сказать, в крайнем квартале прошлого года оно подошло, и сегодня оно развивается вовсю. Никого сейчас не удивишь инвестициями от одного человека в 100-200 тысяч долларов, то есть европейцы у нас инвестируют по таким суммам, и мы ожидаем уже, я думаю, в этом году приход и крупных инвесторов, действительно крупных, с которыми мы общаемся, мы прекрасно знаем, кто есть претенденты, и что-то мне подсказывает, они обязательно придут. Важно показать действующий транспорт, именно сертифицированный. Пускай это будет добровольная сертификация, а далее это будет сертификация во всех странах, но это будет действительно такая третья веха, то есть первая веха – это закладка нулевого километра в 2000-х годах, вторая веха – это, соответственно, закладка нулевого километра уже в истории создания экотехнопарка, и следующая веха – это сертификация, ну и, естественно, все мы так или иначе придем, кто поддерживает проект Skyway, к созданию высокоскоростной технологии, то есть юнилета, действительно, высокородинамичного и самого аэродинамичного, наверное, на сегодняшний день вида транспортного средства, то есть коэффициент аэродинамики, действительно, превосходит даже авиацию. И если говорить про экологичность, если говорить про инновационность, про ресурсность, энергосбережения, топливоэкономию и разные другие технические, экономические факты, то тут, пожалуй, в Skyway нет конкурентов и нет причин для обсуждения. Но, естественно, стоит понимать, дорогие друзья, основы, то есть это те, кто только присоединился в наш проект и слушает первые вебинары, то есть буква А – это аэродинамика, как я уже сказал, это перемещение, смысл перемещения сталь по стали, то есть стального колеса по стальному рельсовому пути, то есть это струнный рельс, который, соответственно, преднапряжен, является неразрезной, статически неопределимой конструкцией, если говорить языком сопромата. И если вы, точнее, когда, потому что тот человек, который развивает проект Skyway, так или иначе обратится к монографии Анатолия Эдуардовича, потому что там весь технический сок, и мы не имеем права просто комментировать, да и не сможем, на самом деле, комментировать, так как это делает инженер Юницкий в своих монографиях, потому что это действительно научный труд, и я рекомендую всем прочтению эти очень серьезные труды. Ну и, соответственно, перемещение сталь по стале, это вообще максимально эффективное передвижение, и коэффициент полезного действия колеса в этот момент составляет 99%. То есть это колоссальный результат, и, соответственно, аэродинамика, все эти показатели, технические характеристики, ноу-хау, свойства, инновации, позволяет совершать значительную экономию топлива и энергии при эксплуатации, при движении, очень быструю, эффективную, экономичную зарядку производить, если это идет речь об электроэнергии. И, соответственно, мы сейчас даже приходим к таким концепциям, к таким пониманиям, что вообще, почему Skyway перевернет энергетику, потому что 20% будет расходоваться только на инфраструктуру Skyway, 80% может перераспределяться, может идти на энергиоресурсы и отопление и так далее, и тому подобное, ближайших домов, ближайших городов, и, соответственно, даже аккумулироваться, даже передаваться. То есть это можно сравнить с теми электросептями, с теми высоковольтными линиями электропередач, которые на сегодняшний день очень серьезно, так скажем, занимают территорию. И зачем просто вот такие вот опоры ставить, если можно сделать целую транспортную инфраструктуру, единую транспортную, энергетическую, коммуникационную, информационную, как я говорил, сеть. И все ноу-хау струнной технологии, струны, так называемые, заключается в том, что внутри находятся преднапряженные пучки стальных проволок, далее это все закрепляется, моноличивается, спецбетоном, бетон разработан на базе зоо-струнной технологии, ставится рельс. И многие задавали вопрос про рельс, где же головка рельса, и, дорогие друзья, вот это действительно ровная, гладкая, сошлифованная поверхность, это и является так называемой головкой рельса. И не обязательно головка рельса должна выглядеть, как на железнодорожном полотне. В этом также является ноу-хау Анатолия Эдуардовича Юницкого в создании струнного рельса, путевой структуры, незыблемого элемента SkyWay. Но, дорогие друзья, как я обычно говорю, все замечательно, можем говорить про капитализацию, можем говорить про потенциальные прибыли, можем говорить про шанс, который бывает раз в сто лет, но все не имело бы никакого значения, никакого смысла, если бы сейчас уже не то, что шло бы развития эко-технопарка и строительства, то, что сейчас мы не показывали бы те результаты по плану, по графикам, которые намечены. Всего 15 этапов и на сегодняшний день мы находимся на восьмом этапе. Я могу сказать, что вот это подразделение на этапы, соответственно, включает в себя те дискаунты, те условия на приобретение обязательств, которые в будущем станут реальными акциями, приносящими реальные дивиденды и эти условия меняются. И меняются они далеко не в лучшую для инвестора сторону. То есть, естественно, тот, кто приобретает в виде долевки недвижимость на стадии строительства, получает лучшие условия на еще даже, когда фундамент не заложен. То есть, это действительно лучшие условия, но тогда наибольший риск. И те люди, которые рискнули в 2013 году, в 2014 году, были те условия, которые на сегодняшний день просто какой-то мечтой кажутся. Один к тысяче дискоунт, один к полуторам тысячам даже был. Посмотрите в личном кабинете, сколько сейчас дискоунт, но это все равно замечательное время, потому что в будущем будет дискоунт и один к десяти, и один к пяти, и один к одному даже. Так вот, такая вот серьезная веха в строительстве Экотехнопарка был июнь 2015 года, был заключен договор аренды земельного участка в городе Марина Горка, и, как говорится, пошло-поехало. То есть, финансирование было налажено, стабильным, сейчас мы растем только вверх и только вперед, и мы не можем отставать, финансируя подобную технологию, которая действительно изменит мир, как изменили крупнейшие корпорации Apple, Google, Microsoft и другие гиганты IT-индустрии, других сфер индустрии. И на сегодняшний день я могу сказать, что вот это уже является нашей историей, действительно историей. То есть, вот, казалось бы, и недавно, и, казалось бы, как будто 10 лет назад уже, 16 октября, то есть, подготовка к открытию нулевого километра. Но, действительно, я могу сказать, что, сравнивая с инфраструктурными объектами, со строительством инфраструктурных объектов, допустим, какие-то дома, какие-то спортивные учреждения, мосты, наша инфраструктура строится в разы быстрее, и это только отладка производительности и вообще технологии строительства, и все будет еще быстрее. Если говорить про скорость строительства уже, которая будет в поточном производстве, в поточном развитии адресных проектов, то это будет как минимум один километр в сутки путевой структуры можно будет строить. И, соответственно, я могу сказать, что сейчас мы не сосредотачиваем свое внимание на первой анкерной опоре, и в 2015 году только на ней мы сосредотачивали внимание, потому что многие другие объекты сейчас развиваются. Если говорить прямо, то вообще в мае было запараллельно начато строительство легкой прогулочной трассы, то есть вот вы здесь видите закладку фундамента второй анкерной опоры, и уже подготовка к монтажу промежуточных опор легкой прогулочной транспортной системы. То есть это та трасса, которая позволит применять не только легкий прогулочный транспорт, но и также полноценный городской пассажирский транспорт. То есть подобные не массивные промежуточные опоры позволят заменять весь пассажиропоток существующих мегаполисов. То есть это икарусы, это маршрутки, это трамвай, это троллейбусы. Если говорить про более такие продвинутые страны, это монорельс, это транспорт второго уровня, но который не является нам конкурентом. То есть это воздушное метро и так далее и тому подобное. И собственно до трехсот тысяч человек в сутки может обеспечивать пассажиропоток. А если потребуется, то в принципе сейчас по Индии будут решаться задачи как до миллиона пассажиров в сутки. Это действительно колоссальные показатели, дорогие друзья. и также летом планируется уже демонстрация грузовой трассы. Казалось бы 15 июля 2016 она только начала реализовываться. Но на сегодняшний день мы видим то, что мы видим в новостях, то, что вовсю продолжает монтироваться подготовительный этап уже демонстрации в будущем высокоскоростного транспорта, к которому мы обязательно придем и который мы продемонстрируем для отработки перехода на гиперскорости. То есть гиперскорости это 1000 и более километров в час это то, о чем на сегодняшний день заявляет проект Hyperloop и когда-то в виде концепции заявлял Илон Маск. И если в сентябре 2015 года мы видели презентацию 1 к 10 модели то в сентябре уже 2016 года мы видим презентацию модели 1 к 1 то есть это Unibike и Unibus и дорогие друзья я могу сказать что темпы действительно потрясают сейчас на этот год намечены и планы выставок и мы расскажем о выставке которая намечена даже на 2018 год то есть подумайте хорошо если компания намечает уже планы на 2018 год насколько долгосрочная эта компания и ее планы но если честно признаться дорогие друзья то вообще планы развития у нас на 20 на 30 как минимум лет вперед то есть это до развития до перехода 6 технологического уклада которому мы подходим это эпоха струнного транспорта уже к седьмому технологическому укладу к выводу промышленности в открытый космос и переходу на Spaceway но обо всем с более такого глобального взгляда расскажет Сергей Анатольевич Сибиряков это тот человек который являлся в прошлом генералом налоговой службы чиновником баллотировался в депутаты и большой путь действительно прошел но тот проект который привлек его больше всего на тот момент когда он являлся еще достаточно серьезным чиновником так скажем поразил и до сих пор заставляет энергично двигаться не только самого себя появилось что у меня с техникой последнее время не дружится так ну-ка сейчас сейчас мы тут еще перископ параллельно настраиваем что-то у нас так что-то у нас ну ладно все спасибо Алексей значит у нас среда приветствую всех значит новички там были значит приветствую новичков Алексей уже меня как мог представил вот действительно я довольно-таки долгое время занимаюсь Skyway уже возникает такое ощущение что я всю всю жизнь занимаюсь Skyway поэтому последнее ну скажем так вот тот темп развития который сейчас взял взяла компания и команда которая сейчас работает на продвижение то естественно что это совсем другие ощущения которые были там даже год назад сегодня несколько ну такая знаменательная лично для меня дата 1 февраля ровно 3 года назад в 14 году 1 февраля мы начали вести с Юницким Виктор Бабурин подключался иногда мы начали вести первые вебинары именно в сегодняшней логике именно крауд инвестинга и в сегодняшней логике развития проекта Алексей уже так в общих чертах довольно-таки подробно и четко объяснил показал как развивалось что история началась не сегодня и не вчера и не позавчера что уже более 40 лет самой концепции струнного транспорта соответственно в разных ипостасиях она развелась я познакомился с инженером Юницким в апреле 2000 года то есть скоро будет 17 лет я тогда был чиновником и моя задача была найти именно прорывные технологии которые могут повлиять на развитие вообще всей страны всей экономики России я тогда возглавлял фонд президентских программ который финансировался рядом крупных структур и моя задача была работать узнавать видеть перспективы и через меня прошли сотни тысячи изобретений изобретателей вот и вот в один из таких дней ко мне пришел инженер Юницкий привел его тогда генеральный директор фонда Байбакова Николая Константинович это тоже легенда советской экономики легенда советского такого времени он почти 25 лет возглавлял госплан СССР соответственно он активно продвигал идею инженера Юницкого и именно так как у меня тогда были определенные и цели и задачи и возможности вот мы тогда познакомились и с тех пор можно сказать я в проекте я в Skyway потому что мне сразу стало понятно перспективы этого проекта мне сразу стало понятно куда и как дальше это может влиять на вообще всю экономику и России и мировой экономики вот и с этого момента началось началось наше сотрудничество мы начали активно продвигать проект тогда вот как раз появился я познакомился с Александром Лебедем он вошел в проект потом еще ряд крупных и бизнесменов и структур и началась вот это вот уже новый новый этап России который Юницкий делал уже вот с 2000 года это тоже очень непростая история то есть когда активно строили вот 2001 потом были демонстрации начиная с 2002 и надежда на то что сейчас активно пойдет технология туда были приглашены наверное все министры строительства которых были очень многие губернаторы вот но как Алексей тоже уже сказал в предыдущей части что время не пришло и технология тогда не пошла более того в 2009 году после презентации на госсовете губернатором Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым вообще по странным стечениям обстоятельств вот этот зил уходящий в небо был в течение одной ночи весь полигон уничтожен и это факт такого будем сказать вандализма с технической точки зрения этот испытательный стенд и полигон уже не представлял интереса но с научной точки зрения то что там все это время проводились испытания путевой вообще опор как они себя ведут с течением лет и исторической точки зрения что это все-таки исторический факт что это первый как самолет братья Фрайт это первая путевая структура струнных технологий это первый был подвижной состав вот этот зил 131 переделанный уже под первый юнинус вот соответственно это вот с этой точки зрения это конечно очень обидный факт что это произошло но как тоже уже сегодня упоминалось это восстанавливается сейчас это историческая справедливость и это ну скажем так не полностью тот стопроцентный зил который полностью восстановить уже не удастся потому что он просто разграблен но скажем так его очень ближайший родственник и с элементами того зила который был в технопарке наверное можно назвать что в озерах был первый экотехнопарк сегодня второй вы друзья в ближайшее время увидите поэтому это тоже очень наша большая ну скажем так и радость и надежда и самое главное восстановление именно исторической такой параллели исторической скажем последовательности о том что первые образцы подвижного состава струнных технологий они все-таки будут представлены и у нас будет возможность их посмотреть их потрогать и наверное даже в них посидеть вот это вот то что касается сейчас и развития и того что вот как я сказал сегодня знаменательная дата 1 февраля потом был период где-то вот с 2010 года когда велась активная работа с так называемыми стратегическими инвесторами фондами крупными заказчиками но без демонстрации без построения опытных образцов конечно это было делать очень тяжело и соответственно с разными там приключениями с разными видосами это много уже предлагается и в разных и статьях и в описаниях и в комментариях самого Юницкого вот когда были очень разные я бы сказал и экстравагантные и разные по порядочности партнеры с которыми сотрудничество заканчивалось весьма по-разному вот с 2014 года то есть конец 2013 начало 2014 Юницкий как инженер предложил систему которая и позволит развивать проект это называется в таком научном мире это краудинвестинг хотя до этого он практически не применялся то есть была такая логика краудфайдинга когда собирались именно инвестиции на изготовление каких-то тех или иных образцов а для того чтобы именно продвигать научный проект краудинвестинг еще в такой форме не применялся как в общем-то и все в Skyway и в то что сегодня все что связано с струнными технологиями и в 2013 году в октябре были зарегистрированы первый ряд юридических компаний которые выступили именно операторами по созданию экотехнопарка в 2014 году начиная с 1 февраля мы начали вести уже информационное поле информационное пространство это в виде вебинаров потом в марте у нас была проведена в 2014 марта была проведена первая конференция именно партнеров и инвесторов и с этого момента активно начался развиваться проект и я могу сказать что за эти три года наверное ни на одну неделю не прекращалось вещание вебинаров сегодня этих вебинаров разными структурами разными подготовленными уже специалистами ведут десятки в неделю наверное уже к сотне приближается вебинаров в неделю на десятках языках вот сегодня только у нас идет перевод в нашей структуре на 11 языков и мы расширяем эту систему на сегодняшний момент можно констатировать что уже проведены сотни оффлайн то есть живых конференций презентаций провели мы уже не один экофестиваль и на июнь назначен следующий все это связано с подготовкой именно уже работы как демонстрационной площадки эко технопарка в своем таком сегодняшнем виде эко технопарк опять же дата знаменательная 29 ноября когда он начал работать именно уже как демонстратор технологий когда мы показали и весь мир увидел именно машину созданную инженерной школой Юницкого и то что как плод работы огромного коллектива именно и конструкторов и менеджеров и партнеров инвесторов которые именно создавали основу для того чтобы все это работало вот как плод это 29 ноября было продемонстрировано именно на путевой структуре уже живьем это считается у нас день рождения скажем так именно того состояния в котором сегодня находится проект перед этим 23-24 сентября 21-24 был инотранс на котором продемонстрировано были уже не макеты а именно действующие образцы подвижного состава юнибайк который сегодня уже в испытаниях и юнибуса которые сегодня готовятся в ближайшее время встать уже в испытания и это скорее всего произойдет там конец февраля ну там в марте крайний срок все зависит от подготовности для него именно путевой структуры которая сегодня активно монтируется вот которая тоже является и разгонным первым километром для скоростного именно юнилета она является основой для городского юнибуса и соответственно вот сейчас уже целая линейка подвижного состава уже уже заложено поэтому сегодня мы когда привлекаем и зовем людей сегодня в наш проект то за эти три года есть что показать есть показать динамику с чего мы начинали что мы декларировали к чему мы сегодня подошли какие проблемы у нас стоят сегодня что мы будем решать двигаться это все друзья развитие и движение проекта поэтому для тех кто подключился сегодня все меньше и меньше остается людей которые не слышали о Skyway то есть за семнадцатый год у нас есть абсолютно четкая уверенность что все сто процентов те кто находятся в информационном пространстве то есть смотрят телевизор находятся в интернете они будут знать о Skyway конечно мы не обольщаемся о том что все станут нашими приверженцами и сторонниками что все поймут те инженерные наработки инженерные мысли которые сегодня разработала научная школа под руководством именно инженера еще раз друзья вы наверное обращаете внимание что мы постоянно на это обращаем внимание акцентируем внимание потому что инженер это самое важное понятие самое важное сегодня название которое есть у генерального конструктора автора проекта Skyway потому что инженеры это те которые создают и тут много нас пытаются обвинить и поймать и там некоторые засрать прям называть и показывать те которые просто поставили своей целью мешать проекту вот именно не развивать проект естественно за деньги естественно так сказать продажные так сказать люди которые не важно что происходит важно за деньги обливать грязью это не в том сейчас вопрос и не об этом то есть вот я недавно общаюсь вот с таким каденышем недавно услышал он говорит а кто такой ваш юницкий он что академик какой-то академии он что там что так сказать знаете друзья я как раз над этим посмеялся а как ты думаешь у Леонардо да Винчи какой-нибудь диплом был ему плевать абсолютно на все дипломы или у Нобеля премии которых сегодня раздают и соответственно который создал мощнейшую индустрию и научную школу или у Туполева который даже не закончил инженерный институт так сказать или у Сикорского который ушел работать в практическую инженерию стал создавать самолеты раньше чем закончил даже училище в котором учился поэтому друзья это однозначно можно сказать что у таких людей и у Женера Юницкого есть самое главное звание это создатель системы это те кто сегодня в этой жизни создают и только можно судить по результатам когда есть что показать когда есть чем отчитаться перед органами которые спрашивают есть что показать и порадовать партнеров и друзей результатами которые есть и есть что оставить соответственно и в инженерной истории и вообще в истории развития технологии так вот все это сегодня у инженера Юницкого есть и я рад что в свое время познакомился начал работать а сегодня это все 100% и времени и приложение моих сил и соответственно направлений куда я работаю потому что сегодня наша задача это создать первый адресный проект это Экотехнопарк где мы с вами друзья являемся и заказчиками и партнерами и инвесторами дальше вести работу по формированию уже адрес сети адресных проектов как ввел такой термин именно Алексей дальше это уже сетевое построение корпорации и мы между собой друзья тоже так сказать сейчас шутим что сегодня мы доходим до где-то более тысячи регистрации новых людей в проект сегодня у нас рекордное количество прихода партнеров инвесторов за последнее время хотя за все время что мы работаем хотя январь всегда сложный период особенно для инвестиционных фондов а мы являемся именно бенчурным инвестиционным фондом который привлекает инвесторов для решения конкретных задач тем не менее мы за этот месяц показали рекордный рост рекордный приход инвесторов и как результат мы друзья вышли на рекорд с точки зрения именно инвестиций в экотехнопарк соответственно это тоже очень очень серьезный результат но дальше как мы понимаем прямо начиная в этом году новогоднем обращении Ленинский показал что готовятся уже десятки и десятки адресных проектов каких-то принимают участие наши партнеры наши команды как некоторые работают сегодня с уже партнерами которые давно в проекте то есть конкретно по Арабским Эмиратам по Индии по Египту тут сейчас готовится целая делегация именно Лиги Арабских стран для того чтобы рассмотреть возможность применения технологии для строительства скоростного кольца вокруг Персидского залива это тоже друзья результат огромной работы и сегодня экотехнопарк и соответственно возможность работать или желание работать инвесторов определяется по мере того как они готовы приезжать в экотехнопарк смотреть дальше заключать соглашение и двигаться и по мере того как уплотняется график таких делегаций это уже только вот за февраль март апрель это десятки будут делегаций которые будут о всех естественно они будут освещаться вы будете видеть это в новостях вот соответственно это друзья та работа которая которая активно сейчас делается и которая активно проводится так вот друзья подводя итог между первой и второй частью то есть обычно когда Алексей говорит водную часть вы замечаете что мы постоянно это разрабатываем делаем меняются слайды меняется подача материала мы сами отрабатываем для того чтобы новичкам и уже кто слышал именно структурировать подачу информации это большой опыт и для работы с инвесторами потому что дальше эти адресные проекты будут и у нас есть четкая уверенность что как сегодня у нас тысячи людей регистрируются в день в проекте придет время когда у нас будут регистрироваться и создаваться тысячи адресных проектов в день по всей земле это как раз уже будет активное развитие естественно что сначала это будут единичные проекты потом все это будет принимать более и более такой массовый характер я думаю что ближайшие так же как мы три года дошли до той стадии когда мы сегодня уверенно растем уверенно развиваемся и у нас уже стоит план того что стоит в демонстрации кульминации которого будет это июнь экотехнопарк фестиваль наш экофестиваль вот ну и дальше мы уже конечно сейчас активно движемся уже к такой же логике построения и инвестиционного фонда и сети адресных проектов и создания обучения и потом уже строительство эксплуатация этих проектов все это друзья естественное развитие и раньше мы об этом не могли говорить потому что основная цель была это достроить запустить экотехнопарк а сегодня уже горизонт цели расширяется переходим уже к запуску конкретных проектов привлечения конкретных уже партнеров для того чтобы строить создавать эксплуатировать уже конкретные проекты ну вот друзья для тех кого эта информация неубедительна вы первый раз пришли и больше пока не хотите слышать про Skyway значит на этом мы с вами прощаемся за всех остальных сейчас будет небольшая как мы это называем не рекламная а информативная пауза когда можно попить чай посмотреть последние репортажи с экотехнопарка и традиционная фраза друзья это уже из области нашей с Алексеем прикладной прикладной футурологии что друзья никто не уже не будет оспаривать что за последние 15 лет мир изменился радикально так вот друзья мы сейчас создаем и делаем и вас зовем туда и говоря о том что за ближайшие 10-15 лет мир изменится еще более радикально и у вас есть возможность быть не только свидетелем и пользователем но и создателем и участием в результатах этого развития так что друзья вашему вниманию предлагается уникальный видеорепортаж ибо таким как сегодня наше производство вы больше не увидите совсем скоро речь идет о неделях существующим будут добавлены новые площади на них будет установлено самое современное оборудование требуемое для решения задач которые вытекают из необходимости обеспечить выполнение тех адресных проектов о которых говорил в начале года генеральный конструктор закрытого акционерного общества струнные технологии Анатолий Эдуардович Юницкий опытное экспериментальное производство необходимое для отработки никогда ранее не применявшейся технологии часто кустарное во многом зависящее от индивидуального мастерства высококлассных специалистов собранных из разных стран уступает место не просто современным но технологиям будущего несмотря на то что мы сегодня бросаем прощальный и что греха таить немного печальный взгляд на уходящую действительность многое из того что вы увидите мы показываем впервые это слесарный участок опытного производства слесарный ну и в том числе участок окончательной сборки подвижного состава то есть что здесь происходит собираются тяговые модули для подвижного состава и собственно сами инибусы видите на заднем фоне уже известны всем городскую инибус здесь тяговый модуль собирается по своим частям в готовое изделие хочется отметить почему тяговый модуль делаю акцент потому что по философии конструирования подвижного состава тяговый модуль это уже устройство которое способно перемещаться двигаться по рельсам и то есть мы используем модульную структуру подвижного состава тяговый модуль он полностью можно сказать самоуправляемый и способен перемещаться по рельсам и пассажирский модуль который соединяется между собой через узлы подвески то есть такой принцип позволяет в части производства отладить так технологический процесс сборки ну более грамотно то есть параллельно собираем вставные части и на финишном участке они собираются друг с другом видно если видно зрителям что происходит на заднем плане тяговый модуль у нас практически комплектный происходит монтаж высоковольтного оборудования инверторов так называемых то есть устройств которые контролируют работу электродвигателей и не хватает на данный момент электродвигателей на нем поэтому могу предложить пройти на участок сборки сперва на участок сборки электродвигателей и заодно заглянуть в испытательную лабораторию в которой электродвигатель проходит уже окончательное тестирование настройку отладку и возвращается сюда устанавливается на тяговый модуль мировая промышленность в настоящее время еще не производит при этом даже серийный мотор колеса нужного класса чрезвычайно дороги их стоимость доходит до 50 тысяч долларов США за штуку от экспериментального производства мы уже переходим к мелкосерийному а вскоре будет организовано производство уникальных мотор-колес Skyway как для собственных нужд так и для продажи широкому классу потребителей от электроавтомобилей до инвалидных колясок и электрорикш малые габариты мотор-колеса позволят значительно улучшить энергетическую эффективность юнибуса юнибайка особенно если речь идет о высокоскоростном подвижном составе в частности размещение внутри электромоторов элементов тормозов и ступицы позволяет уменьшить площадь поперечного сечения при этом размеры электродвигателя вмонтированного в колесо диаметр от 150 до 350 миллиметров толщина от 15 до 100 миллиметров мощность до 150 киловатт крутящий момент до 750 ньютонометров число оборотов до 6000 оборотов в минуту каждый из тех электродвигателей которые вы сейчас увидите несмотря на малые размеры имеет номинальную мощность 25 а пиковую до 50 киловатт что в более привычных единицах измерения составляет почти 70 лошадиных сил это тяговый двигатель который используется непосредственно в юни бусе как любой тяговый электромотор значит он состоит из рубашки охлаждения корпусных элементов рубашка охлаждения задняя часть крышка вот и собственно говоря ротора статора вот что еще это наша собственная разработка как я понимаю да совершенно верно это наша собственная разработка специально как говорится под нашу технику надежность мотор-колеса еще на стадии проектирования уже обеспечивается за счет минимизации ручного труда и так называемого человеческого фактора после отработки технологии производства вручную те же принципы начинают работать и на стадии серийного производства сейчас мы с вами увидим как испытываются новые конструкции электродвигателей с уменьшенными потерями и повышенным коэффициентом полезного действия полученные данные позволяют разрабатывать необходимую документацию для серийного производства в глобальном же масштабе разработка мотор-колеса и его интеграции во вновь создаваемые транспортные средства приведет к расширению и использованию возобновляемых источников энергии применение разработанного закрытым акционерным обществом струнной технологии мотор-колеса даст экономический эффект уже в экотехнопарке а его масштабное использование в высокоскоростных перевозках в будущем сэкономит миллиарды тонн топлива стоимостью в триллионы долларов это это является стенд лабораторное испытание проводим произведенных нами электродвигателей то есть мы проверяем в соответствии полученных экземпляров нашим расчетным характеристикам и далее здесь же происходит этап настройки пары мотор-инвертор для того чтобы нивелировать скажем все те отклонения которые возникают при производстве данного типа двигателя вот этот этап является первым далее опять же пара-мотор-инвертор устанавливается уже на транспортное средство и дальше используем так как вам нужно ?